Масштабный историко-просветительский проект, посвященный празднованию 75-летия победы в Великой Отечественной войне и проведению Года памяти и славы, теперь в Казани. Смотрим! Первая в мире иммерсивная композиция, размещенная прямо внутри поезда, прибыла в Казань, чтобы рассказать о событиях Великой Отечественной войны. Трехмерные панорамы, живописные полотна и макеты в натуральную величину. Все это с мультимедийным сопровождением. Уникальность этого проекта в том, что мы обычно привыкли видеть музей, это за стеклом, мы можем все посмотреть, но обычно это просто мы смотрим и все. А здесь вы можете пройти, посидеть рядышком, вы можете потрогать все, что-то посмотреть, прям поднять. Маршрут экскурсии по поезду Победы представляет собой несколько эпизодов. Сначала предвоенные годы счастливые семьи отправляются в дорогу. Затем сама война, захват в плен, лечение в госпитале и, наконец, долгожданная победа. Для посетителей разворачивается буквально живая экспозиция. Здесь представлены такие детали, как личные вещи солдат, события, происходящие за окном и, конечно же, эмоции на лицах. Так, например, воссоздана живая ситуация. Солдаты выслушивают задания своего командира. Эффект погружения добавляют видеопроекторы и видеостены. Трогательные столы, объемный звук, театральное освещение, голограммы и спецэффекты. Экспозиции настолько глубоко погружают в события тех дней, что буквально прямо над головой кремят взрывы снарядов, заставляя посетителей вздрагивать от ужаса и чувствовать трагедию войны. Интересно и то, что вместо привычного экскурсовода здесь есть аудиогид Лидия. Это собирательный образ, юная советская девушка, на чью долю выпало тяжелое испытание в виде войны. Она делится воспоминаниями, историей семьи, опытом преодоления военных дней. Присутствовало чувство, что как будто ты сам там находился. Мне было очень интересно, как все-таки эта победа взялась и чего стоило этим людям. Многие жизни ушли. Мне запомнилось, как люди говорили о том, что у них не осталось сил, что они больше не могут служить, воевать. Но все равно они вставали на ноги и продолжали бороться за свою родину. Поезд Победы могут посетить школьники и студенты по предварительно собранным группам 26 и 27 апреля. После чего поезд отправится в Чебоксары. А вот свое путешествие он начал еще в октябре прошлого года с Белорусского вокзала. За это время экспозицию посетили почти 70 тысяч человек из 20 регионов нашей страны. Диана Шеленкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс.